Итак, всем добрый день. У нас день в Москве, по крайней мере. Поэтому, если у кого-то вечер или полночь, то прошу не обижаться. Итак, я предупреждала за несколько часов до того, что будет прямой эфир, на тему раскрещивания. Ну и крещение, что такое раскрещивание, всё это вместе. Поскольку бывает, что люди просят у меня определённые темы осветить. И, естественно, я эти темы берусь. Тем более, что очень много недалёких людей, позиционирующих себя непонятно кем, которые выдают чёрти какую ахинею. И нужно иногда разъяснить для людей, чтобы люди поняли, где правда, где ложь, где что. Дорогие друзья, давайте немного обновим. Для начала хотелось бы попросить вас изначально, чтобы составить общую картину, посмотреть, во-первых... А, да, я извиняюсь, я телефон возьму, всё-таки лайки, дизлайки приостановлю. Сейчас, секунду. Сначала сделаем это всё, чтобы нам дали спокойно провести эфир, потому что, сами знаете, сколько желчи, сколько ненависти, недалёких особ и желания всё время сорвать мои эфиры. Мы не предоставим им такого удовольствия. И для начала отключим лайки, дизлайки, потому что, если их не раскручивать, да, значит, эфир не сорвётся. А потом спокойно продолжим. После я открою, после эфира я открою все возможности. Сейчас я проверю одну секунду. Проверю одну секунду. Да. Всё отключено прекрасно. Можем спокойно продолжить. Итак, друзья мои. Для того, чтобы составить общую картину, вам нужно... Сейчас ещё вспомню, как точно я назвала этот ролик. На днях было, да, устройство мироздания. Полное объяснение. Это первое. Второе. Древо богов и дьявола. Дальше. Дьявол, родословное древо. Врата зла. Ты раб или свободный. И плата за удачу. Добро и зло. Вот эти вот всё-таки лекции просмотрите, если вы хотите общую картину составить. Потому что в каждой лекции я повторяться не могу, одно и то же говорить. Так скользь прохожу, но этого недостаточно для общей картины. Итак, значит, давайте начнём. Напомню ещё раз, что мир трёхграневый, то есть трёхгранный мир. Хаос, общее мироздание делится на три части. Боги, дьявол и врата зла, чёрная воронка или злые силы, злое царство. Как назвали древние люди, это трёхгранный мир. Они считали, что есть, внимание, светлые силы, тёмные силы и злые силы. Видите, наши предки были разумнее нас с вами и прекрасно поняли, кто есть кто. К светлым силам они относили богов, к тёмным силам они относили дьявола, который мы так называем, и к злым силам относили всё зло мировое, которое собирается. Что дают боги человеку? Боги дают человеку знания, учат законы мироздания. Боги дают человеку магию, боги дают человеку счастье, деньги, удачу, и взамен берут его положительную энергию, энергию счастья. Что даёт дьявол человеку? Талант, тайные знания. Кстати, сегодня я раскрою тему магии и колдовства полностью. Тайные знания. Сакральные знания, которые не всем даны. Колдовство. Внимание, когда говорят колдовство от дьявола, это правда. Но не в том смысле, в котором они имеют в виду. Это не козлу идёт. Просто колдовство – это магия, но более углубленная для избранных. Вот сегодня я вам между магией и колдовством, между ведьмой и колдунью разницу скажу. Хотя один раз снимала, но чуть позже я сниму и второй эфир, и объясню. Потому что сегодня я немножко разгрузила свои работы. Дьявол, значит, даёт таланты, тайные знания, колдовство. Не всем доступны понимания мироздания, и с помощью этого человек создаёт невероятное. Или человек учит невероятному. И вот этот восторг, восхищение работами талантливого человека. И есть та энергия, которая питает дьяволическое древо. Если к богам могут идти все, дьявол сам выбирает человека, и сам ему даёт эти таланты и познания. И сам же награждает. Дьяволическое древо небольшое. Древо богов огромное. Боги во всех народностях, у всех культур одни и те же, только называются по-разному и по разным традициям к ним идут. Те боги, которые пользуются спросом, грубо говоря, которым обращаются тысячелетиями, у них огромное поле силовое, эгрегоры. То есть они сильные и сильные, ещё больше усиливаются. И за то, что ты идёшь просишь, то есть ты всё время усиливаешь его силовое поле, он тебе ещё больше даёт. Боги, которые менее востребованы, со временем уходят. Уходят в глубины хаоса, потому что они ослабевают. Это всё равно как цари, у которых есть империи, и цари, у которых нет ничего, кроме титула. Понимаете меня? И вот цари, у которых нет ничего, кроме титула, они должны либо куда-то прибиться, кому-нибудь служить, либо должны уйти. То же самое происходит с архаическими богами. Если культ бога забыт, если он мало старается для своего культа, то, следовательно, мироздание ему ничего не даёт. Понимаете? Всё справедливо. Не только человек, но и бог должен стараться ради своего титула, ради своего имени. И если есть человек, который приводит к богам, боги в благодарность за возрождение какого-либо культа, правильное возрождение, не просто там взять и вот, вот это вот бог, а правильное возрождение какого-либо культа, они награждают этого человека. Есть посланники от богов, есть посланники от дьявола. Но есть люди, которые две стороны представляют. И бога, и богов, извиняюсь, и дьявола. То есть это не тот случай, когда говорят, и богу, и дьяволу не служить. Это не христианский вариант, это вариант архаический, древний. Это человек, который может знать и магию, и колдовство. Это человек, которому и боги раскрывают свои знания, и дьявол. Это человек, который знает и то, что можно всем, и то, что можно избранным и так далее. Здравствуй, Ян. Есть и такие посланники. Но есть посланники только от богов. Жрецы, посланники от этих сил, они разные. Настоящие посланники этих сил друг друга понимают. Они знают, что у каждого есть своя сила, у каждого есть какое-то свое направление. Но в принципе они делают общее дело, и они говорят об одном. Об одном общем. Только кому-то дано больше и требуется с него больше. А кому-то дано меньше. Дальше. Вот эти две стороны мы разобрали. Давайте перейдем к третьей стороне. Врата зла. Врата зла – это черная воронка хаоса, о которой мы говорим. Черная воронка, которая поглощает звезды даже. Звезды, небесные тела поглощает эта черная воронка в космосе. Вот в этой черной воронке и находится как раз врата зла, царствие зла. Боги зла. Злые боги. Да что такое, а? Сейчас, извиняюсь, дайте я выключу. Это ж меня сейчас достанут реально. Это уже третья сторона хаоса. Оно тоже имеет место быть. В эти врата зла уходят души людей не очень жестоких при жизни, бесчеловечных. Люди, которые никак не искупили свои страшные злодеяния каким-то хорошим поступком. Они идут дальше служить черной силе. Извиняюсь, злой силе. Черная здесь ни при чем. Злой силе. Вот эти три момента мироздания вы должны знать, чтобы понимать, кто мы, что мы, откуда мы пришли, что происходит вокруг нас. Мы должны знать наш трехгранный мир. На какие части делится и откуда, что мы ждем. Итак, боги. Как произошел раскол? Как люди отвернулись от древних богов? Некоторые говорят, если боги были так сильны, то как-то получилось, что они позволили вот тому, что случилось, как бы происходить. Библия, которая полностью переписана, абсолютно переделана под себя, под одно божество. Между прочим, самая первая версия Библии, Библия Магдалены, в котором пишется, что Иисус был простой человек, и никакой он не был пророк, и что они были из рода Давидова. Да, они хотели восстановить царство Израилева, спасти от римского гнета. И она его любила, и она вышла за него замуж. Библия Магдалены была найдена в Мертвом море, и кусочки этой Библии говорят следующее. Боги, боги, боги. Постоянно там сказано о богах. А теперь вспомните такой момент в Библии, где сказано. Мы увидели, что это добро, и мы создали человека, и мы сказали, мы, почему мы-то сказано? Потому что первые христиане, первые митрополиты там и так далее, и так далее, ой, да иди отсюда, ребёнок, иди в школу. Они не были особо грамотны и не могли понять вот это выражение «вы» к чему. На самом деле выражение «вы» в 18 веке пришло. Вот «вы», «вы», когда в этих сериалах, снимающих про султанскую семью и так далее, когда говорят «вы», мне смешно. Понятия «вы» не существовало, и даже в древней Ассирии, когда обращались к царю, говорили «ты», «ты», «великий царь», «ты», «ты», «ты». Не было понятия «вы». «Вы» пришло в 18 веке. Так вот, ну, в основном, общепринято. А так некоторые говорят, это первая половина семнадцатого и так далее. Так вот, Лилия, вы мне мешаете. Мешайте, потому что в тех лекциях я уже об этом рассказывала, как его вознесли. Так вот, потому что так было нужно, нужен был персонаж. И там вот они, как бы эти первые, первейшие писатели Библии, не учли сей факт, что когда-нибудь это станет как-то не очень понятно для народа. Слово «вы», мы создали человека, мы дали человеку, мы боги, боги. Вот кто мы. Дальше. И следующие переделаны очень много, значит, например, история Йова. И был такой Йов, верный Господу. И пришел сатана, встал перед Богом и говорит, Бог, видишь моего раба Йова, какой он мне преданный человек. И тот сказал, конечно, преданный, а ты отбери у него все, что у него есть, и посмотришь, преданный он или нет. И тогда сказал Господь, Бог, испытай человека Йова. И вот он, сатана, убил его детей, отобрал все имущество, и Йов все равно был верен. Зачем Бог должен был, как маньяк, вот так вот отобрать у человека детей, убить, забрать все его имущество, его больного несчастного выкинули в мусорку, до такой степени довести человека, чтобы понять, любит ли человек меня или нет. С такой маниакальной страстью. Объясните мне, пожалуйста. Если он Бог, он же видит сердце, он же и так видит, что человек любит его не ради блага. Он же должен был видеть. Неужели для того, чтобы увидеть сердце своего подданного, Богу нужно было вот так уничтожить и растоптать человека? Скажите мне. Неужели? Второй момент. Когда он дал Аврааму сыну. Вы посмотрите, насколько маниакальные, бесчеловечные поступки совершаются в Ветхом Завете. И мы говорим о милосердном Боге. Давайте дальше пойдем. Аврааму дал сына на старости лет, а потом сказал, веди своего сына и зарежь, зарежь и принеси мне в жертву. И Авраам покорно взял и отвел сына на гору, связал его и занес над горлом кинжал. И тогда ангел Божий схватил за руку и сказал, Авраам, понял я, что ты любишь меня, не надо резать своего дитя. Мне скажите, пожалуйста, где здесь милосердие? Вы можете представить, что чувствует отец, который ведет на гору своего ребенка резать? Скажите мне, пожалуйста. А мы празднуем этот день. Мы празднуем, например, тот же Курбан-Байрам. Это и есть жертвоприношение, когда Авраам понес своего сына Исаака зарезать во имя Бога. Хорошо, давайте другое рассмотрим. Фомарь. Фомарь, который в Израиле был такой закон. Если умирает один брат, второй брат обязан взять в жены его жену и лечь с ним, и дать потомство. И вот Фомарь, когда вышла замуж, муж ее умер. И тогда она пошла, значит, к деверю своему. Он возлег с ней, но семя свое в нее не оставил. И тогда она пошла ко второму деверу. И вот так до семи деверей с ней возлегли, и семя не оставили. И тогда она разозлилась, ушла в дом отца своего. И притворилась, значит, проституткой. Стояла там на дороге. И тогда ее тесть, отец ее мужа, который ее давно не видел и не узнал, возлег с ней и сделал дитя. И когда у нее живот вырос, братья сказали, что она гулящая, повели ее убивать. Она тогда показала пояс, который взяла у тестя вместо платы за свою ночь. И сказала, вот отец моего сына, которого я рожу. И они этот пояс понесли, показали и узнали своего, ее тестя. Узнали его. И тот сказал, правильно она поступила, раз уж мои сыновья не хотели с ней лечь. Да, кстати, Бог каждого из них убивал. После того, как они с Фомарь ложились и не делали ребенка, он их убивал. И все семеро детей умерли. И тогда тесть сказал, что она правильно поступила, потому что хотела дитя от этого рода. И поэтому ей пришлось пойти на хитрость. Пожалуйста. Напоили лофта дочери его, возлегли с ним и поимели детей. И одна второй говорит, у нас нет мужчин здесь рядом и не будет никогда. Мы так и помрем без детей. Давай напоим нашего отца и ляжем с ним. И напоили они лофта и легли с ним. И каждый поимел одному сыну. И вот они стали предки амаритян и филистимлян. Вот вся Библия. И так дальше, и дальше, и дальше. О, много очень. И когда Саул помер, то есть он убил Саула за то, что Саул не был жестокий, привел жестокого Давида. И дочь Саула, которую выдали за другого замуж, приказал отобрать и вернуть, отдать Давиду. И муж ее, плача, шел за ней. И тогда сказали, не гоже тебе идти за нами, поскольку Господь Бог так захотел. Господь Бог захотел, чтобы от одного мужчины отобрать и отдать другому. И когда Саул был убит, и приказал Бог Давиду войти ко всем женам Саула и возлечь с ними перед всем народом. Пожалуйста. Бог приказал перед всем народом возлечь с его женами. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот в этих всех рассказах вы не чувствуете маниакальную какую-то ненависть к человеку и желание его мучить, унизить и растоптать? Разве нет? Скажи, если нет, тогда я извинюсь. Потому что вы верите в то, что даже не читали. Вам лишь бы, Кристины, вам лишь бы там выпить, попить, погулять, потанцевать, их ты, гармонь включить. Но вы же не читали то, во что вы верите и во что вы посвящаетесь, понимаете? Кого? Когда он оберегал еврейский народ? А когда он оберегал еврейский народ? Скажите мне, пожалуйста. Когда он еврейский народ повел к ассирийцам и ослепили его царя с сыновьями? Или когда он вавилонские плены их угнал, он там оберегал? Или во время Холокоста он оберегал еврейский народ? Мне скажите момент, когда Яхвы оберегал еврейский народ? Или когда 40 лет водил по пустыне, когда половина померла, а потом только повел куда-то, что-то там отдал. И все время их наказывал, и то персидский плен, то еще какой-то плен. Так вот, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Человек, прежде чем во что-то верить... Не мешайте мне, я расскажу, вы в конце поймете, о чем я, хорошо? Человек, прежде чем во что-то верить, во что-то посвящаться, куда-то креститься, он должен это изучить для начала. Понимаете? Это добровольное дело каждого человека. Нельзя человека принуждать принимать одну веру, другую веру. Нельзя человека принуждать оставить свою веру, потому что это его душевная, как бы, ну, скажем так, потребность. Да, это потребность его души. Этого делать нельзя. Но открыть человеку глаза можно. А остальное – это дело человека. Кто-нибудь из вас, кто крестился, кто бегом бежит крестить своих детей, читал Библию когда-нибудь, прежде чем идти и креститься? Хочу вас спросить. Когда говорят, ты сатанистка, ты ведьма, вы будете гореть в аду, вы такие нехорошие, такие сякие. Я спрашиваю, ты Библию открывал когда-нибудь? Сатанист ты и есть, а не я. Откройте, почитайте. Прочитайте, прежде чем верить во что-либо. Любую книгу, любую Библию, Коран, что угодно. Просто когда мне некоторые говорят, ой, в Коране есть столько жестокости, там это, то, я говорю, ты Библию когда-нибудь читала? Читай, пожалуйста, один раз. Ради интереса, прочитай. И сказал Господь, возьмешь только дев из этого народа и возляжешь с ним, и испортишь их перед народом всем, а женщин и детей исколесишь. Вы Библию читали, не? Читайте, полезно. Так вот, давайте пойдем дальше. Для начала. Напомню про пир богов. Помните пир двенадцати богов? Изображается в Риме пир двенадцати верховных богов. И римляне часто клялись. Клянусь пиром двенадцати богов. То есть это такое знаменательное было событие. Так вот, боги раз в году собирались, двенадцать богов верховных. И двенадцать верховных сидели впереди. И остальные боги, божества, их дети, полубоги, сущности. Все, кто имел отношение к божественному древу, собирались воедино. Значит, так вот, да, не читали к своему стыду. А все крещеные, правда, все христиане, у всех дети христиане, у всех крещеные. Но никто ни разу не читал, куда меня крестят, кому привязывают меня, интересно. Какой силе я иду привязываться, какой силе я отдаю свое дитя. Никому нахер не интересно. Ведь гармонь есть, будем пить, гулять, крестины, ура, ля-ля-ля. Красота. Ради пьянки, ради гулянки люди просто идут, отдают. Просто выкидывают своего ребенка, его судьбу. И по херу. Главное, мы гулять будем. Еще ребенок бедный только родился, они уже быстренько крестины. Крестины надо срочно, срочно, очень быстро. А какой силе вы отдаете этого ребенка? Когда-нибудь думали, нет? Никогда не думали. Почему великие мира сего живут хорошо, невзирая на то, что они ходят в церковь, ну, по крайней мере, показывают? Да потому что они не живут никогда по этим принципам. Вот поэтому и хорошо живут. Они в это не верят. Они это всерьез не воспринимают. Вот и все. Если бы они верили в это все, они бы жили с вами вместе в лохмотьях и так далее, они в это не верят и попы. Попы, которые хотят много привлечь клиентов к себе в приход, они читают заговоры. Ко мне приходила попадя и просила заговоры для того, чтобы батюшка привлек народ. Мол, приход бедный, денег нету, не можем никак концы с концами свести, нам нужны заговоры. Я вам говорю честно. Да, я дала заговоры, я обязана давать. Ну, то есть не обязана, но я помогаю, раз уж попросил человек, мне-то все равно. Пожалуйста, берите заговоры, делайте. О чем это говорит? О том, что для них религия всего лишь форма заработка, и не более того. Просто заработка. Дальше пошли. Теперь смотрите. Пир двенадцати богов. Собрались боги. И верховный бог Арамаст. Это сказано в древнеармянских мифах. Я не знаю, с чего они отошли от бога, еврейский народ. Если вечно и бесконечно всю историю они именно к этому богу и обращались. И все время он наказывал. Да он всегда наказывал. Вы думаете, это первый холокост и первый геноцид был еврейского народа? Всегда их наказывали. А вспомните Османской империи. Они прошли этот геноцид. А вспомните, в Персии они прошли геноцид. В Европе их гнали. Иезуиты там поиздевались. Во времена Инквизиции они... Когда они только не прошли геноцид? Когда они успели отойти-то? Они всегда были с этим богом. Но он все время их уничтожал и говорил. Я вас люблю, понимаешь ли? От этой любви можешь с ума сойти. Знаете, да, когда евреи всего мира собрались, пошли к Яхве и говорят. Господи, ради Бога, умоляем, просим, выбери другой народ какой-нибудь. Оставь нас в покое, пожалуйста, выбери какой-нибудь другой народ. Он говорит, да кого же мне выбрать-то? Выбери, Господи, кого не жалко. Только нас остави. Турист сказал, отвези мне, говорит, в Израиле. Турист говорит, отвези мне на ту стену, где все бьются, говорит, евреи головой и плачут. Таксист привез в налоговую инспекцию. Все, пойдемте дальше. Пир двенадцати богов. Это был раз в году, который... То есть происходил этот пир раз в году. И собирались двенадцать верховных богов. И давали задания, как бы, богам ниже рангам. И на этом пире был Яхве. Ягова. Вы когда-нибудь помните, ну, слышали слово, да, убогий? Что такое убогий? Как расшифровывается, знаете? Убого-яговы. Когда говорят, какой же ты убогий. Это слово означает убого-яговы. То есть какой же ты все-таки жалкий. Яхве. Яхве один из свирепых сыновей бога Арамазда. Да. И Арамаз сказал ему, ты будешь покровительствовать. Кстати говоря, каждый бог покровительствовал какой-то нации. Хотя боги все были почитаемы. Даже у славян, да, в славянской культуре. Есть боги, которые более почитаемы. Есть боги, менее почитаемы. То есть боги, которые брали шефство, грубо говоря, над нацией, над народом. У этого народа были почитаемы. В Библии, в Ветхом Завете, если прочитать, часто читаем следующие слова. И сказали они, мол, вот, израильский бог сильнее, чем другие боги. Часто это встречается, дорогие друзья. Там не было сказано, например, что только один бог, других богов не существует, никого нет. Там все время говорится такая фраза, израильский бог сильнее других богов. Других богов. Как будто кто-то делает акцент постоянно через людей, через своих посланников, да, все время делает акцент на то, что израильский бог сильнее. Почему не сказано, один бог есть в мире, да? Почему есть израильский бог и не израильский бог? Когда-нибудь задумывались над этим? Когда вас венчают, что говорят? Во славу Израилева. Вас венчают. Израильского бога. Здесь евреи ни при чем. Здесь ни про евреев, ни против, ни за евреев. Здесь сказано, что этот народ сам пострадал от этого бога и страдает до сих пор. Он сам страдает. Дело же не в том, евреи же ни при чем здесь. При чем здесь евреи? Это было планировано до них. И никто их не спрашивал. Они измучились больше. Их использовали как орудие для того, чтобы распространить по всему миру вот это. Вот понимаете? Так вот. Потом момент такой, когда пришел Моисей к фараону. Моисей к фараону приходит. И вышли жрецы, и кинули свои жезла. И жезла превратились во змей. И кинул Моисей в свою жезла. И его жезл превратился в змею и сожрал. Он не отрицает, что они есть. Да. Он не отрицает, что они есть. Вы просто внимательно читайте Библию. Там все, что вам нужно, сказано. Он не отрицает. Он не говорит никогда, нет других богов. Он говорит, не имей других богов, не поклоняйся другим богам, ибо я ревнивый бог. Если бы он отрицал других богов и говорил, нет другого бога, не существует, только я есть. Это другой вопрос. Но когда он все время делает акцент на то, что другого бога не существует, нет, другим богам не ходите, другим не ходите, не ходите к другим, только ко мне. Значит, он признает, что есть другие боги. Логично? Ну вот подумайте, это же логично. Если он говорит, другим не ходите, значит, он знает, что другие есть. Понимаете, просто надо правильно читать, и вы все поймете. Там между строк все сказано. Так вот, про змей. Вот они бросили змей, значит, жезлы и превратились во змей. Бросил Моисей свое жезло, тоже превратилась в змею. И сожрала других змей. Сожрала других змей. Это говорит о том, что он признает магию, дорогие друзья. Он магию признает. Понимаете? Он же не говорит, кинули жезлы, и ни хрена не получилось, потому что все это ерунда, никакой магии нету. Нет. Эти жезлы превратились во змей, говорит он. Значит, он признает магию, значит, оно существует. Дальше, когда Саул хотел узнать исход битвы и пришел к колдуне, и та узнала его и сказала, что ты хочешь моей души, ведь царь же запретил колдовство. И тот сказал, не бойся, с тобой ничего не случится. Понимаете? Выкиньте этого. Он сказал, записывайте. Он сказал, значит, Саул пошел к ворожеи, и ворожея вызвала кого? Самуила, его душу. И Самуил вышел и сказал, зачем ты потревожил меня? Будешь завтра со мною вместе со своим сыном, сказал Самуил и исчез. Он признает магию, он признает спиритизм, он признает, что душу можно вызвать, что есть люди, которые это делают. А теперь, внимание, как называют пророков Библии? Видящие. Предсказатели. Когда Саул потерял своих ослиц, он пошел с отцом, ему сказали, тут есть один видящий. Грузины говорят, Китхави. Армяне говорят, наех. Видящий. Тот, который видит. А значит, они были кто? Колдуны. Чародеи, обычные колдуны. Которые видели. Но потом, ну, и язычные, ну, как угодно. Колдуны. То есть, они были сами колдуны. Будут ли к пророку ходить, чтобы он сказал, ослицы где находятся? Смешно. К пророку ходят за более великими, скажем, да, вещами. Мечети могут сказать, что угодно. Мы сейчас не обсуждаем, что в мечети, говорят, что там говорят. Там говорят то, что им выгодно. Мы сейчас говорим то, что есть. Видящие. Они пришли к Самуилу, который был видящий. Он сказал, твоих ослиц ты найдешь, они вот там-то, там-то. Иди вон там и ищи. Дальше. Очень много там сцены жестокости, бесчеловечности. Во многих местах грязные поступки выдаются за божественные желания. Например, Раав или Рахав, которая была продажной женщиной, которая жила в городе, значит, филистимлян, насколько я помню, ну, Израиль, Иерусалим, который потом стал. Вот Рахав, которая привела разведчиков, еврейских разведчиков, привела ночью к себе. И когда люди, народ собрался и сказал, кто там у тебя, она сказала, мои клиенты. И не выдала их, обманула людей. После этого сказала, когда вы придете в город, меня вспомните. Вот они, когда разрушили город и вырезали весь город, и спаслась Рахав со своими сестрами и матерью. Ой, какая она молодец. И вышла за военачальника. Она вышла замуж за Иисуса Новина, насколько я помню. Она вышла за военачальника замуж, и от этого военачальника идет род Давидов. Значит, от Рахава, от проститутки Рахава идет царский род Давидов. Минуточку внимания. Дальше. От рода Давидов Наэмия, которая вместе с сыновьями ушла в годы голода в другую страну, в страну Амаритян, насколько я помню. И там они женились на местных женщинах. И когда они умерли, то есть, да, сыновья умерли, она вернулась со снохом и поцеловала их и пожелала им счастья. Одна ушла, а вторая Руфь сказала, я тебя не покину, я останусь с тобой. И тогда свекровь Руфь научила ее, как привлечь в ООСа, очень богатого родственника, в ООСа, и как возлечь с ним. Она сказала, пойдешь к нему на поле работать. И когда он устанет, пойди и ложись с ним, и открой чрево свое перед ним, сказала свекровь. Руфь так и сделала. После того, как это все закончилось, она сказала, теперь ты от меня не уйдешь, потому что я твоя родственница, я жена твоего умершего брата. Придется тебе на мне жениться. И в ООС женился на Руфь, и тогда Руфь забрала свекровь к себе пожить. Руфь была прабабушкой Давида. Вот она, прекрасная династия. Смотрите, какие женщины создали ее. Вообще красота. Что говорит там? Скажите мне, пожалуйста, говорится, да, при любодеянии, грех и так далее. Теперь скажите, вот пошла женщина, открыла чрево свое, и после этого сказала, никуда не денешься, придется жениться на мне. Идите к батюшке и спросите. Батюшка, можно я вот, там богатый мужик один, очень мне понравилось, можно я чрево свое открою ему, чтобы он на мне женился? Что он тебе скажет? Да потому что он даже Библию не читал. Многие, которые якобы служат в церкви, они даже не знают, они даже Библию не читали, они неграмотные. Понимаете? Вот и все. Поэтому хочу вам сказать, какому эгрегору вы отдают своих детей? Просто задумайтесь, прежде чем что-либо делать, читайте. Читайте и читайте. А теперь пошли дальше. Значит так, вернемся к пиру богов. Евреи были наказаны, хананейцы. Это хананейский народ. Хананейцы были наказаны верховным богом Ара семью годами засухи за то, что они принесли, не хотели приносить дары богам, не хотели окуривать, не хотели часто их поминать. То есть они только просили у богов, а откупиться не желали. И тогда он наказал еврейский народ. И в этот момент хананейский народ. Он в этот момент хананейский народ был беден. Очень беден, очень тяжело жил. То есть один из бедных народов был того времени. И он каждому своему сыну отдал или подтвердил тот народ, которым должен был он покровительствовать. А Яхвы сказал, а ты будешь покровительствовать хананейцам. И время твоего поклонения это февраль. Самый свирепый месяц, когда люди из домов не выходят из-за холода и бурь в горах. Он дал Яхвы. Яхвы обозлился, обиделся. Он сказал, я знаю, что ты меня не любишь и никогда не любил и все время меня обделял. Но я тебе даю слово, что я уведу всех от тебя. Я создам свою религию. И все будут поклоняться только мне. Это сказал он, но приписал сатане какому-то. Понимаете? Он выбрал объект и приписал свои все желания на другого человека, то есть на другую сущность, на другую силу. То есть он свой сценарий перекинул на другую силу. Это он сказал. Это он сказал, дай мне время 6 тысяч лет и я всех отверну. И тогда верховный бог Арас сказал, я тебе даю 6 тысяч лет, потому что для богов 6 тысяч лет это ерунда. Но те, которые будут мне верны, я им буду помогать, сказал он. И если через 6 тысяч лет хоть один человек на земле будет помнить древних богов, я тебя уничтожу. Так вот, его время приходит к концу. И в Библии сказано, что сатана был кинут с небес вниз. Правильно? Со своим воинством, со своими демонами. Так вот, Яхва был кинут с небес вниз, в бездну. Его кинули вниз. Его отправили в вот эту черную воронку. Царство зла возглавлять. Понимаете? Да. Можете открыть золотой телец. Есть у меня ритуал, и там объяснение о золотом телеце полностью сказано. Золотой телец был символом фортуны. Его любимым животным, И когда был праздник фортуны, то вели телецов с крашенными, позолоченными рогами, и люди кидали деньги, кидали монеты. Вот. Кидали монеты на этих телцов под ними, а потом жрецы все это собирали, и этими деньгами помогали бедным людям. Поэтому, когда телец появлялись, их называли золотые телецы, то есть они несли золото кому-то, они кому-то помогали. Это были символы благополучия, что уже кто-то не будет бедно жить. Понимаете? Вот отсюда и золотой телец. Не именно тельцу поклонялись, просто христианство попыталось как можно больше все это исказить, все это загрязнить. Мол, вот они тельцу поклонялись, сношались вместе, все и так далее. На самом деле это не так было. В языческое время существовал закон. Закон нарушил, отвечай. Отвечай жизнью, отвечай монетой, и отвечай как хочешь. Но в наше время грех, грех, который сделал из человека раба, то есть заставляет его быть всегда виноватым во всем. Он вообще виноват, что он живет на земле, вообще родился. Так вот, Яхве кинули в бездну. Яхве кинули в бездну, в эту черную воронку, врата зла, и он начал там править. Откройте, посмотрите, врата зла. Так вот, зло на земле сейчас правит. Недобро. И люди, которые ненавидят тех, которые несут свет, которые объясняют, говорят, открывают глаза, они и есть представители этой злой силы, дорогие друзья. И он создал эти религии, которые ему поклоняются. Он создал эти доктрины, философии, которые ему поклоняются. А теперь давайте будем честны. Самые благополучные народы. Кто у нас? Индусы. Один миллиард им у них, население. Один миллиард. Да, они живут по-своему, может, там грязное, все это неважно. Но они счастливы. Они своих богов не предали. Они счастливы народ. Китайцы, полтора миллиарда. Заполонили весь мир. Почему? Почему их так много? Почему им так везет? Почему у них получается? Почему они везде лезут? Почему они везде есть? Да потому что они не предали своих богов, свои учения. Япония. Япония не предали свои учения. Японцы, они как поклонялись своим богам, так и поклоняются. Счастливые люди. У них прогресс, у них богатейшая страна. Маленькая Япония, там как-то муси-буси-гуси, вот такая. Они на камнях, они чуть ли не уже друг на друге живут, как скворечники. Но замечательно живут. Их много. И они, они все могут делать. Теперь, я была в Калмыкии. Калмыкии тоже поклоняют своим богам до сих пор. Вы знаете, счастливый народ. У них гармония в жизни. Они спокойные люди. Вот заходишь, например, ты можешь зайти в мечеть? Нет. Потому что это не твоя вера. Мусульмане, можешь зайти в церковь? Может зайти, если не узнает, что он мусульман. Если узнает, может быть, будут ругать. Потому что нельзя, это не ваше место. А мы можем зайти в буддийский храм? Куда хотим? В Бурятию? Пожалуйста, зайди в буддийский храм. Только зайди, как человек, сними там туфли, сиди молча, естественно, не с бокалом пива. А садись, смотри. Я была в калмыцком храме, Белый храм. Красота. У них нету этой агрессии. Замечали? У японцев в семье один может быть одному Богу поклоняться, другой другому друг другу не мешает. Почему в языческое время язычники друг друга не убивали за то, что один служит Зевсу, другой Артемиде? Каждый выбирал Бога по своей профессии. Те, кто были купцы, продавцы и прочие, они поклонялись Гефесту. Они поклонялись Фортуне, потому что им нужны были деньги, торговля хорошая, да? Те, кто был военачальник, поклонялся Юпитеру, Афине, потому что они даровали победу. Те, у кого были бордели, извините меня, публичные дома, поклонялись Афродите, поклонялись Инанне, просили больше мужчин, клиентов. И никто никому не мешал, никто не резал другому глотку из-за того, что почему-то Зевсу поклоняйся, а не вот этому. Вот почему не задумывались, почему никто никого не убивал из-за того, что ты веришь в этого или в этого. А давайте теперь честно скажем, в этом мире столько убийств совершается, столько насилия, столько бесчеловечности с устами. Во имя Христа, во имя христиан, помните Тараса Бульбу? Пойдемте, во имя христиан, и с той стороны тоже говорили, во имя христиан, и те были христиане, и эти христиане, но каждый из них во имя христиан шел, во имя Христа и святого Господа Бога. Абсурд, правда? Люди убивают друг друга с криками во имя Христа, во имя Аллаха, но я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь другого убил, сказал, во имя сатаны тебя убиваю. Слышали когда-нибудь, чтобы во имя сатаны кого-то убили? А теперь я принесу зарядку, включу и дальше продолжим. Я не знаю, про каких сатанистов кто слышал, но психически больных неуравновешенных, сумасшедших людей полно, и они могут говорить и во имя сатаны, и во имя кого угодно. Не надо психически больных дебилов приводить сюда в пример, что вы там кто-то чего-то слышали. Я говорю вам то, что есть. Потому что, потому что эта религия создана Богом Яхвы, а Яхва есть Бог зла. И правит он злой воронкой. Но если бы он был настолько силен, дорогие друзья, нас бы с вами не было на земле. Вы говорите, почему ведьмы так страдают? А вы задумайтесь над этим. А нужно ли Богу Яхвы для того, чтобы были такие, как я, и рассказывали людям правду мироздания? Скажите честно, нужны ли этому Богу такие, как я? Нет. Теперь. Что делает? Но если бы он был силен настолько, он бы, конечно, уничтожил и меня, и подобных мне людей. Но поскольку древние боги, поскольку боги выше него намного сильнее, конечно, они ему это не дадут и не допустят. Понимаете? Почему? Это уже говорит о том, что Яхва не обладает той силой, которую себе приписывает. Пойдемте дальше. Теперь. Атрибуты религии. Это иконы. На иконах изображений кто? Были национальные божества. Евреи сами от них отказались. Почему? Евреи поклонялись Инанне, евреи поклонялись Мардуку, евреи поклонялись Молоху. Были? Почему? Вспомните, скольких Ахава, например, царя Израиля, который хотел вернуть культ предков. Соломон потом хотел вернуть культ предков. Но им не дали. Их убили. А жену его Изабель кинули собакам. Помните? У евреев были, евреи поклонялись, как все их анонейцы. Евреи-то есть ханонейцы, это ханонейские народы. Они поклонялись, да. И до сих пор во многих они поклонялись Лилит и прочее, прочее. То есть у них были свои национальные боги, но поскольку Яхве настоял на этом, поскольку он яростно уничтожал все, напоминающее о других богах, естественно, так и осталось в культуре евреев от Яхве. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Христос. Имеет ли отношение Христос к Яхве? Нет. Когда он пришел, что он сказал евреям? Помните? Отец ваш лукавый. Он сначала был лгуном, а потом стал убийцей. Христос говорит, то есть он говорит, что тот бог, которому они поклоняются и тот бог, который ими руководит, есть лукавый. Ну, лукавый не обязательно сатана, есть врун, лугун. Он придумал это все. Лукавый сказал, он не сказал сатана, бог ваш лукавый. Сначала он был обманщик, говорит он, значит, он переписал все, как себе удобно. Почему Христа убили? Да убили, потому что неудобно было, он правду говорил, он же говорил правду, он говорил о том, и он говорил о многих богах, дорогие друзья, он говорил то о многих богах, и он не был ангелом того бога, который приписывают. Семисвечник это с древнего времени, да, не мешайте вести лекцию, Ян, только удали, просто не закрывай человека, он просто очень хочет, у него очень много вопросов. Да, Семисвечник это, я сниму отдельно про евреев, еврейскую религию и объясню, хорошо, раз уж вам надо. Это все идет с древних времен, с хананейских времен, с межречия. Это не имеет ничего общего именно с еврейским народом. Есть еще и 12 свечник, как символ колена Иудова, то есть каждого сына, да. Так вот, смотрите, атрибуты религии. Сначала атрибуты веры, скажем так, вот я еще раз напомню, что есть люди верующие, есть религиозные, есть человек, который верит, что есть сила, есть судьба, ну, как хотите, который вернет ему или ха-ха, или плохое, может быть, человек пьющий, может быть, человек курящий, матерящийся, но отдаст почку и спасет другого человека, это верующий, он верит, что есть силы, которые оценят, видят его добро, и он боится делать зло, потому что верит, что ему за это расплата будет, а есть человек религиозный, который очень святой, ходит во все праздники, все соблюдает, все делает, но никому куска хлеба не даст, но который делает детей, бросает алименты, не платит, ни копейки не отправляет, который может спокойно изнасиловать и потом сказать, отрицать, что он этого не делал, никогда, но он каждый день будет в мечети или в храме или в церкви или еще где-нибудь, это люди религиозные, то есть религиозный человек и верующий человек это два различных аспекта, теперь, как я говорю, я сейчас говорю для свободных людей, а люди недалекие, люди, которые бегут по всяким этим могуйкам, пускай они туда идут, понимаете, о чем я говорю, давайте, оставьте меня в покое с этим вопросом сейчас, как говорится, рабы пусть ведут рабов, а за мной идут свободные, я их не веду, идут за мной, лично и добровольно, так вот, атрибуты древних вер, это жертвенники бога, куда собирались люди, радовались после собирания урожая и прочее, прочее, куда приходили, просили ребенка, просили еще что-нибудь, приносили фрукты, приносили благовоние, все это окуривали, танцевали, в честь богов устраивали, кстати говоря, игрища и так далее, атрибуты той веры, чуры, значит, статуи богов, которые соединяли, соединяли человека с богом, то есть они настраивали, да, они просто показывали свое почтение богам, праздники, поклонения, скажем так, венчание точно так же, через веру древнюю и так далее, много, но в этих атрибутах нет ничего зловещего, ничего другого, атрибуты веры, религии, начнем, атрибуты религии, послушайте, если вы раскрестились, вы не должны быть ничем крестным, ничем-то еще, вы должны жить со своим убеждением, или вы это делаете исходя из шкурного интереса, чтобы боги вам помогали, или вы действительно верите то, во что, что вы делаете, понимаете, я не могу понять вас, вот таких людей, что это значит вообще, это все равно, как я ушла из трассы, но иногда можно, я пойду там подработаю, я вроде бы раскрестилась, вроде бы ушла, пришла к богам, но можно я там иногда пойду, вот это, погуляю на крестинах, атрибуты религии, не сбивайте меня, первое, крест, крест, это руна наутис, так казнили в Римской империи разбойников, либо две руки вместе на одном бревне, либо крестообразно казнили, так казнили разбойников в Римской империи, вот поэтому я раскрещивание и не ставлю, чтобы человек долго и думал, и очень хорошо понимал, размышлял, прежде чем полезет такое, крест, руна наутис, руна наутис, это руна безысходности, бедности и остановки всего, то есть это остановка прогресса, когда человек себя осеняет крестом, ну вот таким образом, делает ключ, то есть он все время останавливает на себе, руна очень сильная вещь, дорогие друзья, руна очень сильная вещь, и вот крестить руну, делать руну, там на себе нарисовать, изобразить любую руну, она получается, когда человек все время себе ставит замок, то есть он все время закрывает свои финансы, свою жизнь, свое счастье, все, вот, вот, закрыл, это не спасение, и это не, как бы сказать, не оберег, это закрытие своих всех финансовых возможностей, следующий момент, иконы, на иконах изображаются святые, святые люди, которых канонировала церковь, вот последний канонированный святой, у меня очень большое опасение и непонимание, например, Николай II, абсолютная тряпка, который жил в трусах своей жены, жена, которая правила сумасшедшим мошенником вместе, развалили к чертой матери страну, человек, которого пришли поздравить с коронацией, а он повернул оружие и начал стрелять по народу, испугавшись, что идут на дворец, человек, которого прозвали Кровавым, человек, который был безвольный, абсолютно безвольный, глупый человек, его сделали святым. Хочу вас спросить, почему не сделать святыми тех людей, которые в Беслане своим телом выносили и спасали детей? Скажите, пожалуйста, чем эти люди, чем эти военнослужащие, чем эти полицейские, там тогда ОМОН, спецназ, не заслуживали, чтобы их сделали святым? Мне кажется, у них больше заслуг перед Россией, чем у Николая Второго. Вот почему этих людей не сделать святыми? Они погибли своим, просто своим телом, закрывая, заслоняя детей. Они не святые люди, как вы считаете? Святые. Почему их святыми не сделали? А-а-а, да потому что они не погибли во имя христианства. Какой толк с них? Ну, погибли и погибли. То есть унижение людей, унижение человеческой жизни ради спасения другого человека, если ты погиб. Твоя жертва ничего не стоит. Ты ничего не стоишь для церкви. Кто ты такой вообще? Ну и умер ты там, спасая детей. Ну и что? А ежели тебя закидали камнями, а ты сидел, молился во имя отца и сына, вот ты святой, тебя надо канонизировать, потому что много денег можно тебе заработать. Отпеленные тела, которые возят туда-сюда, гнилые части человеческого тела. Это святость. А вы знаете, что если человек не истолел, его душа рядом находится и мучается, он не может найти покой. Вы знаете, что Матрону выкопали оттуда, вынесли и по новой положили туда. Так Матрона лежала в земле, ее выкопали, вытащили же ее. Но место могилы есть. Если бы вы знали эти два монастыря, как друг перед другом просто через судов, через прокуроров они добивались, чтобы эти мощи у них лежали, потому что это бабки. Потому что в день огромное количество людей там стоят и приходят к ней просить. Да, она помогает. А помогать знаете почему? Ну, церковь так решила, Дмитрий, она так решила, что он во имя помогает, потому что ее душа рядом находится, непрекаянная. Ленин. Ленина надо похоронить или экремировать. Почему? Потому что его бунтарский дух, он очень сильен. Этот человек, недооценивать его не стоит, он очень сильный. Он целую империю развалил, он целые народы, там сколько народов уничтожил, убил, присоединил, он создал империю, между прочим. Ленин тоже хоть маленький, но большой был человек. Так вот, его бунтарский дух до сих пор жив. Ленина надо или похоронить, или экремировать. Когда это будет сделано, более-менее в России станет немного все на свои места, потому что этот бунтарский, его дух, он все-таки есть. Он все-таки покоя не находит, и он все-таки мстит народу за то, что его держат. Понимаете? Я вообще не понимаю, что это мы дожили, до каких времен идем смотреть на высушенный труп. Ну, это нормально вообще. Вот давайте задумаемся. Детей отправляют, вместе идут, проходят смотреть на Ленина. Что смотреть на Ленина? Я не могу. Вон портрет поставь и посмотри. Идти смотреть труп. Понимаете? Вот, культура называется. Мы дошли до этой культуры. Дальше. Крещение. Что такое крещение? У каждого человека при рождении родовая защита, защита рода. Крещение или посвящение во что-либо, это привязать себя к какой-то силе, дорогие друзья. Какой-либо силе себя привязать. Привязать себя к силе богов, привязать себя к силе рода и так далее. Здесь привязываем к силе черной воронки. Той самой воронки зла, которая существует в мироздании, которая всю эту систему создала. Теперь смотрите. Ребенка отрывают от рода. Это, естественно, символически. Люди скажут, ну, ребенка ж не забирают, это же мой ребенок. Да, не забирают. Забрали его душу, а тело тебе вернули. Возьми, воспитывай. Вспомните языческую Русь. Вспомните уважение к старшим, к роду, к родителям. И вспомните сегодняшнюю Русь. Как мы говорим, Иваны родства непомнящие. Почему? Потому что это родство отсекается, убивается. Смотрите. Делает символический такой жест. Делается символический обряд. Берут твоего ребенка, его душу привязывают к Яхве. Какой силе мы привязаны? Вот смотрите, мы находимся... Дойдите, вы уже надоели реально. Вот смотрите, вот сила, грубо говоря, поле такое силовое. Мы в этой силе, если находимся, мы здесь защищены этой силой. Но мы должны подчиняться закону этой силы. Закон религии это нищета. Закон религии нищета. Мы когда некоторые могут и там да, счастье, здоровье. Какое счастье, здоровье, если там в основном что там пропагандируется? Нищета. Нищие духом блаженны, ибо унаследуют царствия небесные. Легче верблюду пройти через ушко иглы, чем богачу пройти в царствия небесные. Не копите богатство в этом мире, ибо здесь молих съест. Дальше что? Блаженные нищие духом, да, блаженные несчастные, бедные, не возгордись, скромно живи, не возжелай ничего и так далее, и так далее. То есть, если основа этой религии нищета, значит, человека куда привязывают к силе нищеты, нищебродства? то есть, это называется сила нищебродства. Об этом нигде не написано в Библии, это все некоторые сказки, скажем так. Он был просто магом, колдуном. Ну вот, привязывают, значит, к силе нищебродства твоего ребенка. Но не просто привязывают, он будет высасывать, он будет забирать. Вот смотрите, вы создаете какой-то общак. Давайте так, группы сравним, да, вы каждый раз кидаете туда какую-то часть своих денег, чтобы потом, если у вас будут какие-то там нужды, вы с этого общака возьмете, но вы все время отдаете туда. Каждый эгрегор, он такой, любой эгрегор, вы туда вкладываете энергию, жизненную силу, для того, чтобы когда вам будет плохо, приходить туда и попросить о помощи, чтобы они уже тебе отдали обратно, помогли тебе, понимаете? Так вот, если это, скажем так, эгрегор, нищебродство, нищеты, бедность, несчастье, вы захотите в церковь, все мучения, мучения, все бедные, все плачут, все грешные, несчастные, бедные, на язык он смотрит плачущие глаза, бедных, несчастных, мучеников, везде кресты, Христос за нас умер, а вы, суки, такие грешные, вы вот такие недостойные, прости, Господи, помилуй, прости, умоляем, просим, это все подавливает твою волю, вот подавленная воля и отрицательные эмоции, которые ты все время отдаешь миру, это кормит именно вот это вот врата зла, то есть царствие зла, злую силу, а злой силе надо, чтобы ты еще больше была подавлена, теперь смотрите, забрали у тебя ребенка и дали этому ребенку новых родителей, крестных, отрезали от рода, чисто символически, дорогие друзья, я вам сейчас объясню, что это означает, это не просто игра, вот взяли, дали другим родителям, они объясняют так, мол, тот, кто крестный, после твоей смерти, если что с тобой случится, они обязаны быть ему как родители, покажите мне, пожалуйста, такую крестную, которая после смерти ваших родителей была вам как родитель, давайте не будем, а у всех свои дети и всем похеру на вас, были они крестные у вас или кто, им без разницы, они просто для красоты пришли, да и все, нет, символ не в этом, вот смотрите, приходит, вот есть на Кавказе такая традиция, если в одной семье, в одном роду постоянно умирают мальчики, то есть род заканчивается, не дают наследника, призывают мусульманскую семью и чисто символически отдают ребенка ему, ребенок у тебя живет, но есть определенный ритуал, берут и отдают, и говорит она, я тебя признаю своим сыном и даю имя, и дают мусульманское имя, у нас там есть, в Грузии, в селении, армяне, есть, я знаю армянина, которого зовут Мухаммед, знаю армянина, которого зовут, сейчас скажу, как его назвали, Али, почему, раньше я думала, а почему они их так назвали, как у меня тетка сказала, своему мужу сейчас вспомнила, немножко отвлеку, пришел мужик к нам, и дядька наш, Гриша, ему говорит, комбат, садись, комбат, комбат, ну у него там погоны, все, военный человек, когда ушел, у меня тетя говорит, слушай, а почему, говорит, он вроде русский, а у него, говорит, какое-то мусульманское имя, комбат, а он такой, да екалый, ты блядь, нихрена не соображаешь, так вот, это не тот случай, когда комбат, вот, вот, да, итак, вот смотрите, заканчивается род, и, значит, берут ребенка этого рода, призывают людей, и при всем народе, при свидетелях, мусульманка берет этого мальчика в руки, и говорит, я признаю тебя своим сыном, и называю тебя, например, Мухаммед, да, ты мой сын, и совершается некий обряд, нет, там нету обряда обрезания, или обращения в мусульманство, нет, просто достаточно, чтобы она назвала его своим сыном, когда ангел смерти приходит, говорит, вот, то есть, в этом ритуале, да, он приходит забрать ребенка с этого рода, а нету здесь ребенка, этот ребенок отдан другому роду, вы представляете, на ментальном уровне, на уровне другого измерения, да, оказывается, действительно, и они выживают, эти дети, дорогие друзья, они, эти дети, выживают, то есть, дальше продолжается род, теперь представьте, что действительно, в потустороннем мире, все ваши действия, они не просто слова, они реальность превращаются, они становятся реальностью, если человек берет ребенка и говорит, ты мой ребенок, я тебя признаю, даю тебе имя Мухаммед, и приходит сила смерти, чтобы забрать ребенка у другого рода, христианского рода, армянского рода, он должен забрать, у него задание, этот род жить, они понимают, что если дети все время умирают, значит, род заканчивается, да, обмануть силу смерти, это не тот вариант, это просто сила смерти, имеется в виду, что нужно этот обряд делать, понимаете, все делается с подачи потустороннего мира, если они считают, что для того, чтобы спасти, тебе надо вот так сделать, значит, тебе надо делать это, и все, мы не можем все объяснить, это закон вселенной, так вот, то же самое в крещении, когда эти два человека, абсолютно чужие, берут твоего ребенка, и перед всем народом объявляют его своим сыном, и говорят, я твоя мать отныне, а я твой отец, на ментальном потустороннем уровне ты перестаешь быть родителем своего ребенка, вы чему радуетесь, я не знаю, ой, как хорошо, мы крестили там Ванечку, ой, ура, ура, танцуем, пляшем, вам, у вас забрали душу своего ребенка, вашего ребенка, привязали к чужому богу, чужеродному богу, отсекли от вашего рода, то есть теперь ни род отца, ни род матери помогать не будут этому ребенку, потому что его отобрали, забрали, дали другой силе, и взяли от родителей, вернули вам ребенка, да, тело вернули, от души украли, душа есть в нем, естественно, он живой человек, но его душа принадлежит теперь богу Яхве, силе не шиб родства, и чужим родителям, он не твой ребенок, все, точно так же тебя однажды отсекли, от рода твоих родителей, дали другим людям, ну, почти то же самое, это больше свидетель, отсекли от рода твоего отца и матери, отдали богу Яхве, привязали к силе нищебродства, чтобы ты все время был нищий, несчастный, объясню, почему люди, потому что, если ты будешь счастлив, ты даешь определенную энергию, тот же самый обряд, если ты будешь счастлив, ты не выгоден этой силе, ты не выгоден религии, религии выгодны, покорные, тихие, на все готовые, на все способные, фанатичные люди, недалекого ума, которые анализировать не любят, когда говоришь, а как вот так, а как вот так, ой, нельзя, нельзя, не говори, это грех, ты че, не сомневайся, сомневаться нельзя, это грех, все грех, потому что религии выгодны, люди с подавленной волей, как вы не поймете, с подавленной волей, люди дают, источают злую энергию, энергию безысходности, эта энергия питает злую силу, религии не нужны счастливые люди, и те люди, которые религиозные деятели богатые, и те люди, которые власть имущие богатые, якобы религиозные, на самом деле, они всерьез религию не воспринимают, они живут по другим законам, поэтому они живут по другому, но вас учат, что надо жить так. Дальше. Раб и свободный. Люди произносят имя раб, словно это великая честь быть рабом. Кто такой раб? Раб тот, кого мы не любим. Раб наш слуга, которого унижают, которому дают кусок хлеба, чтобы он немного там живой остался, остался в живых, и работал дальше на нас. Кому оставляет отец свое имущество? Рабу? Сыну. Кому дает наставление отец? Рабу? Сыну. В чем заинтересован отец? В рабе своем или в сыне? Кто ему ближе? Раб или сын? Сын. Так вот, если... Конечно, утратили. Утратили силу рода, утратили все. Смотрите. Если ты раб Бога, какого-то Бога, значит, этот Бог относится к тебе как к рабу. Кому-то интересно вообще чувство раба, когда его продают в рабство. Кому-то интересно чувство матери, когда его ребенка продают в другую страну в рабство, ее в другую в рабство, разделяют. Кто интересуется их чувствами? Никто. Именно поэтому Бог говорит, живи с человеком, который тебя бьет. Ты же раб. Ты же верующая. Ты должна жить. Значит, этому Богу наплевать на твои чувства, что тебя унижает, что тебе больно, что ты женщина, что ты элементарно хочешь секса. Ему чихать. Он говорит, живи с мужем, ты не имеешь права на развод. Почему? Потому что мне твои чувства неинтересны. Мне главное, чтобы ты жила так, как я сказал. Потому что ты раб, и ты должен подчиняться моему закону. Так ведь? Так. А когда приходит, дочка отцу плачет и говорит, батюшка, не могу больше жить, он меня бьет, убивает, отец идет, отец идет, берет там палку и отходил этого зятя, а потом забрал свою дочь обратно домой, чтобы она не мучилась. Почему? Потому что он отец и потому что он жалеет своего ребенка. Потому что он чувствует его боль. Когда раб приходит к хозяину и говорит, дай мне денег, имущество, я хочу быть богатым человеком, что сделает хозяин. Прикажет его плетьми бить, потому что он раб. А когда приходит сын к отцу и говорит, отец, я хочу быть богатым, я хочу быть сильным, помоги мне, посоветуй. Отец посоветует, даст еще и денег и скажет, сынок, вон иди, открывай свое дело, у тебя хорошие мысли. Почему? Потому что это сын. Вы понимаете, что когда человек опускает тебя на уровень раба и говорит, я раб, Божий, он и есть раб, и рабом и будет, и будет жить как раб. Многие из вас, которые сейчас мне аплодируют, сами рабы. Среди вас много рабов. Знаете почему? Потому что вы сейчас меня слушаете, а потом идете к этим могуйкам, сидите и говорите, а скажите, пожалуйста, а как там на Николая Угодника вот можно сделать ритуал на удачу и так далее. Так вот, среди вас тоже есть рабы. Рабы истинные, которые здесь говорят одно, а другое. Они не против быть рабами, понимаете? Они не понимают свободу. Что такое свобода? Как сказал один великий философ, народы, которые предпочитают быть в рабстве, недостойные свободы. Свободен тот человек, который убежден в том, что говорит и как живет. Не делает это ради кого-то, или ради выгоды, или ради шкурного интереса. Чем удерживает религия? Ад. Ад. Шкурный интерес. Если не будешь верить, будешь греть в аду. А если будешь верить, будешь сидеть в раю. Шкурный интерес. Ад, рай, будем там сидеть, все будет хорошо, правда ведь? Дальше. Милосердный Бог, который варит людей в аду, в котлах. Будете в котлах гореть, для вас котел там подготовленный, подождите, посмотрите, милосердный Бог. Когда твой ребенок не слушается, ты отшлепнула там разок, и все. Но ты же не будешь выдергивать ему ногти плоскогубцами. Так вот, если он милосердный Бог, наш отец, как же он может варить людей тысячелетиями, жарить, парить в аду? Вы об этом задумывались, что милосердный Бог на такое не способен. Если он этим пугает, значит, он маньяк какой-то, изверг, живодер, извините меня. Так вот, откройте мою тему и посмотрите, что ни ада, ни рая, есть совсем другое измерение, называется астрал. А очень злые силы, злые духи уходят туда, туда, врата зла, дальше служить злой силе, потому что от них толку никакого. А те, которые совершили малые преступления, становятся на время ночным дозором, стражниками, искупают свою вину, а потом уходят в нужные сферы для отдыха. Дальше. Да, унижайся перед... Я принижу любого, кто возвысится. Помните? Любой, кто возвысится, я его сломаю и принижу, сказал он. Далее. Сейчас, секунду. я хочу сейчас посмотреть, что еще забыла, отметила. Имя Бога. Имя Бога каждый народ по-своему назвал. Арабы назвали Лахи или Аллах, потому что древнее божество Лахи, Бог пустыни. Он так и назывался. Им так проще было, они взяли и назвали. Изначально Мухаммед говорил, что у Аллаха есть еще жена, Аллат. Еще была Билат. Потом он убрал имя Билат, оставил только Аллах. Но через некоторое время его ученики написали, что был только один Аллах и больше ни о ком он не говорил. Но в древних текстах сохранилась его пантеон, изначальный первый пантеон. Полумесяц. Полумесяц это поклонение лунной богине, лунному божеству у арабов. Полумесяц вошел и остался как символ ислама. Точно так же, как крест, который всего лишь руна наутис стал символом христианства. Сейчас, секунду, я отмечу кое-что. Дальше. Смотрите. Все переписано с язычества. Есть верховные боги, есть боги и другого предназначения, дети верховных богов. Есть силы, есть духи, есть души. Теперь в христианстве есть бог, есть ангелы, есть целая армия святых, есть души, которые веруют в христианскую религию. Что-нибудь изменилось, нет? Айешода, Изида и Осирис, мать и ребенок, хотя, ой, извиняюсь, Изида и Гор. Дальше. Дану и ее дети, то есть младенец, каждый бог рожденный, Гея и Зевс, Мария и Христос. Мать-Божество. Всего лишь надо было взять этот сюжет и развить как подобающий. Огонь зажигали в древние времена, чтобы питать души умерших, дать им энергию. Огонь зажигает сейчас на кладбище, когда идут, чтобы питать души. в принципе все переписано, переделано, перевернуто и повернуто к злому началу. Здравствуйте, но здесь в чате пишите по-русски, чтобы все поняли, чтобы не подумали, что вы что-то не то говорите. Дорогие друзья, дальше идем к понятию магия. Имеет ли отношение вообще магия к христианству, к Христу и прочее, прочее? Я хочу вам сказать, что единственное, что я делаю когда-либо в церкви или через церковь, или через христианство, потому что они срабатывают прекрасно. Объясню почему. Там концентрация такой злой энергии, что она сразу же срабатывает. Сразу же. Так вот, если бы там была добрая энергия, она не сработала. Это единственное, в чем я использую религию. Помните, посмотреть на купол церкви и сказать всех своих врагов в гробы уложу, по миру пущу, доли лишу. Так вот, как же может купол святой церкви это услышать и сделать? Да потому, что там концентрация зла. Что? Кто живет в церкви? Бес Абара. Церковный бес. Он живет в церкви. К нему идут и просят о чем-либо. Те, которые занимаются черной стороной магией, да? Дальше. Люди идут и переворачивают свечи. Церкви могут украсть твою дачу. Увидишь, что ты такая одетая вся пришла, зажгла свечу. Как только выйдешь, прийти, твою свечу забрать и все у тебя отобрать. Церкви могут на тебя подлечиться. Например, женщина стукнула тебя по спине, ты повернулась, она ничего не сказала, ты думаешь, ненормальная, что ли. Выходишь, чувствуешь тебя херово. Голова закружилась плохо, плохо, нас скорой увезли, непонятно откуда, болезни свои взяла, ничего не понимают. Пожалуйста. Там подавление, несчастье, там энергия нищеты, бедности, мученичества и так далее. Теперь, лжеведимы. Почему я говорю лжеведимы? Потому что они лжеведимы, так и есть. Итак, какое имеет отношение магия ко всем этим крестам, иконам и прочим? Никакого. Там нет магии. Там просто лапша на постном масле. Там нет магии. Во-первых, там есть желание показаться-то хорошей. Не то, что это хосроева, язычница, сатанистка, вот, сатана, дьявол в ней. А мы-то святые женщины, мы-то через Господа Бога, Иисуса Христа. Какое имеет отношение Иисус Христос, Господь, Бог, Библия, иконы и прочие к вашему ремеслу? Никакого. Потому что там нет ремесла. Магия – это древняя наука. Древняя наука от богов, от сил изначальных мироздания. А то, что эти люди делают и занимаются, знаете ли, руны рисуют, тут же икона Чудотворца стоит, тут же, значит, карты Таро лежат. Какое имеет отношение одно к другому? Объясните мне, я хочу понять. Никакого. Так вот, это люди, которые либо, знаете, бывали в селениях папки, которые были неграмотные, им казалось, что это молитва. Они говорили, это молитва. Вот я молитву читаю, там, приди, приди, уйди, хворь, уйди за леса, за черные горы, туда-сюда. Они думали, что это молитва. Так говорили их предки, для того, чтобы их защитить от церковного беспредела, от преследования. Они говорили, это молитва, мы молитвы читаем. А потом уж пришлось им уже некоторые заговоры переделать и вместо во имя даже Бога говорить, например, во имя Отца и Сына, для того, чтобы не преследовали. Вот и все. Но эти времена уже прошли, и теперь уже можно открыто говорить, что это заговор, и что вот это во имя Отца и Сына надо убрать отсюда, потому что это к этому не имеет никакого отношения, и обращаемся не к этой силе. Вот если человек неграмоте не так говорит, например, то сила, понимая, что ей по роду дано это все делать, просто она неграмотно не понимает правильно и неправильно, они ее слушают, все равно помогают. Но когда человек 21 века берет и дает найти мужика через икону Иоанна Крестителя, ну, наверное, мужика без башки, потому что Иоанна Крестителя все-таки по версии Библии отсекли ему голову, значит, пойти в церковь, поставить свечу, там, сорока уст заказать во имя Отца и Сына и так далее, это просто аферистки, больше ничего. У нас в Армении тоже есть одна мадам Люся, которая великий астролог в какую-то хреноте несет о том, как Иисус Христос самому нашему премьер-министру какие-то там знаки и Иисус Христос его отправил, все такое. Мне хочется ее тоже спросить, эту неграмотную бабу и сказать, скажите, пожалуйста, а какое имеет отношение астрология к Иисусу Христу? Не могли бы вы мне как бы объяснить? Какое имеет отношение астрология, магия? Там тоже сидят бараны. Ой, спасибо, спасибо, какая ты хорошая женщина. Нет, она не ведьма, она не такая, как все, она через Иисуса Христа, она через Господа Бога, она говорит о том, что надо в церковь. Я видела, несколько раз ее в передачах приводили, там сажали, муж жену убьет, избивает, убивает, она говорит, вы молитесь? Да, надо молиться, надо обязательно, надо терпеть и надо обязательно молиться три раза в день. Он тебя бьет, пинает, а ты идешь, обязательно, обязательно надо сесть, молиться к Христу, Господу Богу, конечно, он от этого станет хорошим. Вы понимаете, что это такое? Это колхозность, это человек не ведьма, это человек не астролог, это человек не верующий, это человек херня на постном масле, я ей могу в лицо это сказать. Я как-то даже хотела отдельно снять, потом думаю, а кто она такая? Привлечь к ее персоне внимание. Меня раздражает такие неграмотные, абсолютно невежды, понимаете, тупые, темные, живущие в каких-то средних веках, невежды, которые, товарищи, которую бьют каждый день, пинают, убивают, почку отбили ей. Иди молись, молиться надо каждый день, три раза обязательно, говорит астролог. Ну а о чем тут, о чем? Вот таким идут, если они сами бараны, я заявляю открыто, те, которые вот к таким вот идут, они бараны, потому что ни один нормальный человек, услышав один раз слово, что меня бьют, и так далее, поэтому иди, иди молись, никогда к таким не пойдет, потому что это, ну это, ну вообще, ну я не знаю, что это вообще, колхозность, необразованность, неграмотность, абсолютно никто. Так вот, дорогие мои, вот те люди, которые говорят, что креститься обязательно надо, чтобы у тебя порча прошла, значит, в церковь эти свечи поставь, через церковь очищаем, Господи, дай рабам своим, помните, да, счастья, здоровья детей, удачу, авторитетный авторитет, ха-ха-ха-ха-ха, рабам своим, Господи, дай, и это все чистка, очень сильная чистка, которая сейчас все очистит, все, все очистит, деньги, квартиры, машины, рабам своим, Господи, дай, дай, умоляем, ну что ты не даешь-то, Господи, ну сколько можно говорить уже, даже среди богов были боги, которые дают удачу, были боги, которые давали любовь и так далее, поэтому прийти к Гермесу, можно было прийти еще сказать, да, дай мне удачу в делах и так далее, но прийти, например, Гекати, сказать, дай мне квартиру, машины, можно было получить по башке, даже у богов было разделено, понимаете, сфера влияния, кстати, да, так и сказал, кстати, в христианстве тоже святые на особый случай, да, этот святой от этого лечит, этот святой от этого лечит, не напоминает язычество, в конце концов, этот бог для этого существует, этот бог от этого помогает, или к этому богу по этому вопросу идут, то же самое, переняло христианство полностью, дорогие друзья, рабам нужно принимать крещение, нужно ходить, нужно иконами просить помощи, нужно просить у великомучеников, которые измучились, ушли, счастья и здоровья, потому что они понятия не имеют, что такое счастье и здоровье, и никакого счастья и здоровья не дадут, для них счастье это умереть в мученичестве, чего они вам и скажут, и вам и дадут, но для свободного человека эгрегор нищебродов не подходит, для свободного человека название раба точно не подходит, для свободного человека отсечение от рода родителей и передача другим, чужим людям не подходит, отсекая, закрывая вот этот третий глаз, то есть видение и прочее, человека превращает действительно в раба, у него закрывается видение, которое ему дано от предков, наши предки прекрасно предугадывали, знали погоду, наши предки прекрасно взаимодействовали с силами природы, они знали про домовых, они знали русалок, они знали силу богов, они знали силу природы и так далее, понимаете, то есть у нас это закрывают насильно с малых лет, и самое страшное, что это делают наши родители, необдуманно, куда они нас ведут, что они делают с нами, они не понимают, ради того, чтобы гульнуть, они идут и душу своего ребенка навеки вечные, отдают в лапы страшного свирепого бога, как-нибудь наберите Яхве в интернете и посмотрите, как он выглядит на самом деле и каким его изображали, понимаете? Еще раз про мертвецов и прочее. Откройте здесь дискуссию, не обижайтесь. Так вот, что такое раскрещивание? И почему я раскрещивание открыто не даю? Я не даю открытое раскрещивание, потому что человек, который... Вот слыхали, да? Я вот раскрестилась, а вот хочу пойти стать крестной. Потому что прежде чем человек придет к этому знаменателю, к этому понятию, он должен обдумать очень хорошо. Если ему нужна эгрегор религия, значит, он должен там остаться. Вам не мешает... Конечно, вас боги будут слышать и помогать, это однозначно. И без раскрещивания. Это сто процентов. Но люди, которые оторвали себя от эгрегора нищебродства, естественно, они имеют преимущество, потому что их слушают и помогают больше намного. И добываются они успеха еще более. Я в открытом доступе не поставила именно для того, чтобы человек очень хорошо обдумал, прежде чем на это пойти. Раскрещивание есть только у меня в группе ВКонтакте и в книге Белого Кота. Больше нигде я не ставлю, чтобы человек созревал и понимал, что ему нужно, к чему он идет. Далее. Я как-нибудь выставлю присоединение к язычеству, к силе язычества, но это только тем людям, опять же, у кого есть уже раскрещивание, иным это не надо. Или кто вообще не крещеный, никогда не крестился. Что дает раскрещивание человеку? Отрывает от нищебродства. Религия перестает высасывать твои силы и забирать. Да какая разница, кто у вас есть? Вы до этого другой жизнь вели, а сейчас другая жизнь. Смотрите. Религия больше не забирает ваши силы. Вы больше не отдаете энергию вот этой силе нищебродства. Второе. Яхва над вами теряет контроль, а значит у вас выжимать злую энергию не может. Третье. Возвращается сила рода, потому что род возвращается, начинает тебя защищать. Ты себя чувствуешь более, скажем так, неуязвимым. Четвертое. Возвращается сила богов и так далее. Твои поколения более сильные и более устойчивые, потому что уже вот эта энергия нищебродства начинает уходить. Со временем твои дети, внуки, правнуки, если они придерживаются той же линии, становятся, то есть возвращают постепенно вот это видение предков. Это не обязательно видовство. Видение предков это предчувствие, это защита постоянно, когда тебе все время подсознательно подсказывают, понимаете? подсознательно все время подсказывают, что впереди и как правильно поступить, когда начинают приходить к тебе и подсказывать через сны. Это когда потусторонний мир, мир духов начинает тебя слушаться, помогать, это когда тонкий мир подстраивается под тебя и тогда твоя жизнь вечно бедной, несчастной, грешной, униженной рабы теперь становится жизнью свободного человека, которого защищают предки, которого охраняют боги, которого одаривают силой. Вот и все, что я могу сказать. Имеешь уши, да услышат. А бе-е-е, им сколько хочешь, говори, они все равно сейчас побегут Николая Угодника, Святую Феклу, еще кого-нибудь притащат и будут колдовать и будут просить счастья, здоровья и авторитетный авторитет. Понимаете, я говорю для свободных людей, а вот это вот меня не волнует. Они пусть идут куда хотят. Единственное, хочу сказать в утешении, что в течение 50 лет будет очень сильно перелом, уже к этому идем, когда вот это вот нищебродские роды будут заканчиваться. Они и заканчиваются, посмотрите на них, одни алкаши. Одни алкаши, бездельники, никому не нужны, тунеядцы, которые и семью-то создавать не хотят. Естественно, у них продолжения не будет. И постепенно от этой бедноты, от этой голодьбы, от этой бодлоты мы начнем избавляться. То есть это закончится. И если сейчас вы укрепите себя и свой род, то знайте, что ваш род как раз выживет и будет жить. А вот эта голодьба, дорогие друзья, почему вот эти вот супер-ведьмы берут иконы и прочее, потому что так дурить лохов намного легче, говоря о том, что я святая женщина, я через Бога, я через Иисуса Христа легче простого просто дурить подобных людей, дурить, обтуривать. Понимаете? Вот поэтому они за это берутся. Настоящая правда, правильная дорога, она очень тяжелая. Тут нужны большие знания, понимаете, тут нужны глубинные знания, тут нужен интеллект, тут нужно логически объяснять, тут нужно доказывать аргументами, фактами и так далее. А там что доказывать? Ой, святой там, святой Николай, вам сейчас вот святой Киприян, там счастье, здоровье, святая Богоматерь, сейчас вам Богородица будет вам через Богородицу делать приворот, будем сейчас счастье, здоровье и так далее. Там не нужно мозги напрягать, там не нужны знания, там не нужна мудрость, там не нужны глубинные анализы, там достаточно собрать там стадо и начать их там прессовать. Вот счастье, здоровье, Господи, рабам, рабы наши, святые, помогите, спасите все грешные, счастье, здоровье, машины, квартиры, рабам, вот и все. То есть абсолютно примитивная стадная вот эта вот, ну, стадная философия. Там же ничего не надо, да открой там любую там житие святых, любую молитву, читай этому стаду, и стадо бежит, все бегут, все радуются, ура, счастье, здоровье, удача, счастье, рабам, вот. А здесь анализ, понимаете, здесь нужно объяснение, здесь нужны знания, здесь нужна база, здесь очень много чего нужно, а ведь никому, не каждому это дано, правда? и, собственно говоря, вот разница между профессионалом и между вот этими вот, этими доярками. Да, стадо так бежит, что даже этих своих супер доярок, там, этими копытами растопчут и побегут дальше за счастьем и здоровьем. Не хочу я быть рабом, пускай я пострадаю ради правды, чем я буду счастлива враньем, понимаете, это нереально. И авторитетным авторитетом. И самое главное, это все счастье и здоровье, чтобы попросить рабам у своего Господа Бога через святых, достаточно просто взять крышку баночную, поставить одну свечу и все это попросить в одну кучу. И вот с какого хрена, непонятно, но там должны счастье и здоровье все это дать. Ради чего? Там нету неуважения к этим силам, ничего. Просто взять какую-то свечку, на баночную крышку поставить и, значит, авторитетный авторитет попросить. И все, все твое, все, бери, бери, не хочу. И никто не думает, что прежде чем прийти к этому всему, нужно сначала почитать Богов, благодарить Богов. Боже мой, ну вот, люди, вот до чего мы дожили? Вы вспомните наших предков? Как они достойно относились, как они понимали закон жизни, как они понимали, что надо почитать, надо уважать эти силы, как они как-то приходили уважительно, как они жертвовали, как они ставили эти алтари, как они танцевали, радовались, благодарили и постепенно, постепенно просили и получали, и удачу получали, и деторождение, если было нужно, получали, и получали урожайный год, и получали помощь от Богов, и получали защиту от врагов, понимаете? Но они приходили, они благодарили, они служили, они знали это всё. А сейчас люди настолько реально стадо стали. Они думают, что достаточно просто какую-то свечу поставить и просто рабам своим дать великомученики счастья, здоровья, не задумываясь, с какого хрена тебе должны дать счастье, здоровье, если ты даже не соизволил хотя бы благовоние поставить, алтарь подготовить, да, и хотя бы несколько дней почитать, уважать эти силы, с какого хрена они должны тебе счастье, здоровье кто-то там дать вообще? Понимаете, до чего мы дошли? И самое смешное, что подобные колхозницы сидят, обсуждают тебя, твои знания, когда им в самых радужных снах даже не снилось, и половина того, что ты знаешь, что тебе дано на этом свете, и вот это быдло стоит и тебя обсуждает. Вы можете представить, куда мы докатились? Куда? Срочно вернуться? Срочно вернуться к корням? Срочно. Пока ещё можно спасти это человечество, надо возвращаться потихоньку к корням. Но это добровольное дело каждого человека. Если человеку... Понимаете, религия очень удобна для нищих духом, хорошее прикрытие. Человек, который слаб. Вот за что, например, пишут? Да, гадости. Почему? Потому что они... Знаешь, такое выражение? Повторить не смогу, хоть обосру. Вот они видят, что здесь нужна работа, здесь нужно пересилить себя, здесь много чего надо переосмыслить, понять, прийти к этому. А им лень это делать. Так лучше я скажу, да, дура ты, да это всё от сатаны, да всё это плохо, да это страшно, и утешу себя, потому что я ленивый, никчёмный создание. Но не желаю этого признавать, лучше я скажу, что там страшно, плохо, ой, ужасно, как одна дура сказала. Ой, я зашла к ней, прям страшно-страшно, ой, так страшно стало, боже мой, боже, боже. Говорю, конечно, страшно, у меня всем баранам очень страшно становится, когда они заходят, их бараний мозг просто взрывается от того, что они не понимают, а чё здесь происходит, товарищ, о чём тут, о каких богах, о чём, боже мой, о счастье и здоровье, у Господа Бога, рабам, как же ж, это же ж, вот это вот, а батюшка чё скажет? Понимаете, у нас была одна верующая, которая до абсурда доходила, ходила к батюшке спрашивать, сколько раз в ночи можно быть с мужем, и у них там целая ссора, мордобой, и там в конце концов он развёлся и женился на нормальной бабе, которая не ходила спрашивать, сколько раз по ночам ему дать. Ходила, спрашивала, батюшка, сколько раз вот позволено вот с мужем быть? Если батюшка сказал два раза, всё, трындец, муж хоть, блин, пусть на крышу лезет, покеру. Два раза, дочь моя, остальное от сатаны, остальное только мне. это же ужас какой-то. Вот до этого докатились, вот, вот до этого, и чтобы до этого не докатиться, лучше включить мозги. вот. Всё, дорогие друзья, я пойду подготовиться, у меня ещё есть очень интересный прямой эфир, надеюсь, у меня сил хватит это тоже провести. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok